Доброе утро! В эфире новости телеканала Майя Удмуртия в студии Марины Симонова. В Ижевске снова стреляли из пневматики. На этот раз мишенью стрелков стали окна квартир одного из домов по улице Автозаводская. ЧП произошло накануне. Потерпевшая, владелица квартиры, обратилась в полицию и одновременно об инциденте поведала в социальной сети, тем самым осложнив полицейским поиски стрелявших. Вызов был по горячим следам. Но дело в том, что пока что ведется проверка, вот судя по наличию сообщений на форуме Ижевском, речь идет о том, что женщина позвонила в полицию, да, сразу после того, как были выстрелы. А затем пошла и сообщила потенциальным правонарушителям, по крайней мере, тем людям, которых она посчитала правонарушителями, которые применили пневматическое оружие, она пошла к ним и сообщила, что она вызвала полицию. И, разумеется, к прибытию сотрудников полиции никого на месте уже не оказалось. Проверка по данному факту взята на контроль начальником 4-го отдела полиции города Ижевска. К материалам дела также приобщена и информация, размещенная в интернете. Напомню, буквально на днях из пневматического оружия был обстрелян трамвай. Хулиганов уже вычислили, ими оказались подростки, теперь их воспитанием занимаются и инспекторы по делам несовершеннолетних. Спецкомиссия Минобороны сняла обвинение Сводкинского машзавода за неудачный пуск ракеты «Булава». Так кратко прокомментировали итоги работы комиссии гендиректора предприятия Виктор Толмачев. Комиссия поработала у нас, неприятность, я говорю, была по «Булаве». Комиссия закончила работу, дала заключение, что на Водкинском заводе все работы ведут в соответствии с конструкторской и косметической комплектацией. Нам не было претензий. Об этом Виктор Толмачев рассказал накануне на открытии нового инструментального цеха, на которую предприятие «Большие планы». Здесь будут выпускать продукцию, необходимую для самого завода, которую ранее приходилось закупать. И это делается, подчеркнул директор предприятия, не только ради экономии, но в первую очередь ради повышения качества. Инцидент с «Булавой», напомню, произошел 6 сентября этого года, после чего и была создана специальная комиссия. Расследование аварийного пуска «Булавы» в настоящее время завершается, пишет информационное агентство «Лен Тару», со ссылкой на слова заместителем министра обороны России Юрия Борисова. В военном ведомстве полагает, что причина неудачного пуска носит разовый характер. Более 200 семей Водкинска на этой неделе живут в радостном предвкушении. Наконец-то их дети пойдут в детский сад, где их ждут театральные, логопедические и краеведческие занятия. Условием даже позавидовала одна из знаменитых многодетных мам России. Певица Валерия своими глазами убедилась, в Удмуртии умеют заботиться о семьях. Для Оксаны и Маруси Ефремовых открытие нового сада – двойной праздник. Мама устроилась на новую работу, а дочку взяли в ясли. Кстати, в маленькую страну после декретного отпуска вместе со своими малышами вышли сразу семь молодых воспитателей. Сейчас ребята осваивают игровые площадки, а их мамы – рабочее место. Многое изменилось за два года. Детский сад поражает своей красотой, оснащенностью, высокотехнологичный детский сад. Мы очень ждем, когда уже пойдем как мама и как воспитатель, с удовольствием ждут детишек. Уже не терпится начать занятия. Все для этого есть. Молодые воспитатели полны идей. В планах знакомить своих подопечных с национальными традициями и заниматься краеведением. Скучными, гарантируют, занятия не будут. Здесь готовы идти на поводу у детей. Понравятся танцы и сценическое искусство – значит будет тюз. Уже есть планы посотрудничать с Воткинским тюзом, которым руководит Котов Тагир Сергеевич. Мы уже с ним об этом говорили. Поэтому вот одно из направлений будет художественно-эстетическое. Второе направление, я думаю, будет познавательно-речевое. Обязательно так, как группа у нас будет и логопедическая. Качество нового сада в Воткинске оценила самая известная многодетная мама российской эстрады – певица Валерия. В Воткинск она приехала с концертом. Как маму ее впечатлили условия. Как певицу – музыкальный зал. Он совмещен со спортивным, но по своим характеристикам не уступает обычному. Столько новых садов открыли. Везде бывают почти наши сады. И всегда рады. Конечно. Мне хочется стать ребенком. Они же вам какие классные пацаны эти. В саду уже все готово, чтобы принять малышей. Десять групп заполнятся уже на этой неделе. Всего здесь разместится 240 детей. Анна Ковырзина, Василий Хохряков, телеканал «Моя Удмуртия». Проект бюджета республики 2014 в Госсовет Удмуртии поступит до 15 октября. Как рассказала вице-спикер парламента Софья Широбокова, он зависит от показателей федерального бюджета. Главная новация – тарифы естественных монополий в следующем году заморозят. Правда, только для коммерческих потребителей. Это прогнозируют эксперты, замедлят темпы инфляции. При формировании проекта регионального бюджета на будущий год, как отметила Широбокова, сохранилась социальная направленность зарплаты бюджетникам, соцвыплаты, коммунальные услуги. Впрочем, новации будут в бюджете республики. Они тоже появятся, и акцент на этот раз будет сделан на целевые программы. Единственное, что очень большой особенностью этого бюджета, следующего на 2014 год, будет то, что в основном будут расходы скомпонованные по государственным республиканским программам. Это новый момент в работе как правительства, так и государственного совета. Это другой уже уровень работы. То есть значимость и роль республиканских, особенно государственных программ, конечно, должна вырасти. Сегодня стартует осенний призыв, а у молодых людей появился весомый аргумент не отлынивать от исполнения своего долга. Служба в армии теперь станет обязательным условием для всех мужчин, претендующих на государственную службу. Об этом накануне журналистам рассказал военный комиссар Удмуртия, пояснив, что новый закон, который вступит в силу с 1 января, коснется не только будущих чиновников, но и тех, кто уже состоит на гражданской или муниципальной службе. А вычислить у колониста, заверяет Александр Комлев, можно, даже если тот уже давно перешагнул призывной возраст. Давайте, наверное, будет это некорректно. Мы не имеем таких полномочий вот именно проверять в этой части. Наверное, в этой части все же больше кадровики сами, и плюс какие-то другие надзорные структуры, которые осуществляют надзор за соблюдением законности вообще в стране. Мы же в части того, что, проверяя воинский учет, выявляем, есть ли такие факты. В Удмуртии уже начались обращения от тех молодых людей, которые понимают, чем грозит уклонение от службы в армии. Это примерно то же самое, что запрет на открытие счетов в иностранных банках. Будущим и действующим чиновникам, которые будут игнорировать эти жесткие требования, придется выбрать для себя другое место работы, и никаких исключений здесь не будет. Бабушки и дедушки всей планеты сегодня отмечают свой праздник, День пожилых людей. Для нестареющих душой пенсионеров сегодня по всей республике пройдут праздничные мероприятия, где отдельное внимание обратят на долгожителей. Героиня нашего следующего репортажа свой столетний юбилей отметила буквально на днях. Чему век жизни научила и о чем мечтает столетняя бабушка из игры, узнавала Елена Лебедева. В свои сто лет бабушка Наташа еще не прочь помодничать и перемерить пару винтажных платьев. И платок к наряду подобрать. На этом фото панно вся большая семья Натальи Карепановой. Кто есть кто и сама уже путается. Со счету сбилась. Трое детей, вон, Севолод, Аляси, Вася. Внучек сколько внуков? Ой, не знаю, жнуков. Трое детей, 12 внуков, 18 правнуков и 11 праправнуков. Собраться вместе получается редко. Родственников раскидала по всей стране. В родной игре остался только сын со своей семьей. Она пережила две мировые войны, голод, а еще революции и перевороты. В чем секрет долголетия, столетняя бабушка отвечает просто. Доброй быть, век жить. На свою нелегкую жизнь и судьбу жаловаться не привыкла. Как, впрочем, и на здоровье. В 100-летний юбилей Наталья Устиновна зажигала наравне с праправнуками. На юбилей она вообще бодрая была. Веселая ей была. И даже еще танцевала. Северная, смотрю на это. Больно красиво светит. Этот цветок раскрылся в аккурат к юбилею. Теперь бабушка на красоту не может наглядеться. Радуется Наталья Устиновна и небывалому урожаю яблок. В саду от сладких медовых не оторвать. Вкусные сладкие. В свои 100 лет бабушка мечтает о глобальном мире во всем мире и житейском. Дождаться еще пару праправнуков. И вот так же, сидя на лавочке, ждать своих родных. Елена Лебедева, Юрий Дроздов, телеканал «Моя Удмуртия». Туристы-походники Удмуртии накануне открыли свой сезон. Они собрались в лесу деревни Русский Вожой и приняли участие в массе экстремальных конкурсов, победить в которых было совсем непросто. Итоги тур слета. Ижевский город туризма 2013 в репортаже Дмитрия Вороновнина. Компания в русском Вожое собралась разношерстная. Если удел этих туристов гламурные посиделки у костра и кулинарные конкурсы, то других, и их было большинство, тянуло на экстрим. Вот на этот, например, горизонтальный канатный ромб – самый опасный участок полосы препятствий. Преодолевая его, десятка два отважных участников кубарем улетело в ледяную воду. Ребята должны перейти с этого берега на другой любыми способами. Самый правильный – это когда они встают ногами за веревку, и, соответственно, руками за верхнюю держатся и проходят. Но держать равновесие очень сложно, поэтому не всем удается, и идут по другому пути. И даже насквозь сырые, и даже когда зуб на зуб не попадал, они ни о чем не жалели. Быстренько переодевались и болели дальше за своих товарищей по команде. Не жалеете, что отдаете жизнь таким вот испытаниям? Я не отдаю жизнь. Я, наоборот, активно участвую в спортивной деятельности. Ну, что это он дает? Это мне уверенность себе. На скорости под 100 км в час, спускаясь почти по вертикальной тарзанке, эти люди получают колоссальное удовольствие. Все движения отточены до миллиметра. За плечами месяцы упорных тренировок. Чтобы именно здесь и сейчас доказать себе – ты это можешь. Чисто технически, вот нисколько это сложно проходить? Технически, в принципе, нормально все. Все реально, все можно. А риска травм получить нет? Нет. Я думаю, что нет. За главный приз боролись 20 дежевских команд. В погоне за удачей им пришлось и грести на байдарках, и влезать на канатах до верхушек 30-ти метровых сосен, и ползти по пластунски в непроходимых зарослях. Испытания всем были приготовлены из разряда ультра-Си. Самое интересное, что они каждый год говорят, что нет, больше мы этого не будем делать, и каждый год они приходят снова, и все больше людей приводят с собой. То есть тянет их на экстрим? Тянет, очень тянет. То есть очень много экстрима, и здесь за короткое время можно его просто уловить по максимуму. Лучше и быстрее всех с экстремальными конкурсами турслета справилась команда географического филитета УДГУ. Дмитрий Вороновин, Артем Пушин, телеканал Майя Удмуртия. И это все. Удачного вам дня. Итоги подведем ровно всем вечером. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова